Значит, что я хочу сказать. Я очень доволен тем, что наша молодая команда Кривого Рога попала в галоконцерт. Но прежде всего мне попросили рассказать мои впечатления о прошлогоднем сочинском фестивале и отличии его от этого фестиваля. Значит, ну в прошлом году вот я вот в составе команды КВН, вам будет известно, Запорожье Кривый Рог Транзит, приехал молодым актером сюда. Это, в принципе, была моя вообще первая поездка. Вот такая вот с маленькой шуточкой, ролью. Я приехал в Сочи, был, конечно, ошарашен этим фестивалем. Ты вот эти вот две сотни команд, сейчас даже больше участвует. Все это очень весело, очень интересно. В прошлом году я вот заметил такую вещь, что молодые команды воспринимаются намного хуже, чем старые. В этом году то же самое проявилось, одноповторилось. Однако, вот если так посудить сейчас, то в прошлом году уровень старых команд был, по моему мнению, на голову выше, чем уровень в этом году. Вот, очень понравились молодые команды. А, во-первых, я хотел сказать, что я очень рад, что команда Донецка наконец попала туда, куда они давно заслужили попасть. В общем, и я как бы рад за них. Я надеюсь, что эта команда будет участвовать в высшей лиге, в общем, и займет нужную ей позицию. И позицию, которую она достойна. Вот. Ну, что еще? А еще вот я должен, наверное, пару слов сказать о транзите, вот, о финале. О наших планах. Да. Ну, значит... А, да, да. Попала в галоконцерт. А, хорошо. Давайте начнем с кривого рога, потому что это короче будет. Приехала молодая команда. Три человека, четыре человека в этой молодой команде были молодыми актерами транзита. Двух из них, в принципе, вот меня и еще одного парня знают, как бы, по транзиту, те ребята просто помогали. Значит, у нас есть в Кривом Роге, как и в Донецке, есть своя лига криворожская. В ней около 20 команд. Значит, мы там играем между собой. И вот мы решили поехать в Сочи, собрали, как говорят, сливок этих команд, с каждой команды по одному-два человека. Собрали лучшие шутки, сами сидели, писали, где-то две недели подготовились, приехали. На первом просмотре, вот здесь, в городе Сочи, мы очень хорошо прошли. Я вообще удивлен, что такая молодая команда, как мы, в общем, и попали в галоконцерт. Но, в принципе, откровенно говоря, все было честно, без никаких, так как мы, очень бедная команда. Все понимают, о чем говорит. А вот, теперь о транзите. В общем, финал был прискорбным, конечно, очень, как бы, все было на нашей стороне. Хотя мы и не надеялись, что будет ничья, честно говоря. Все знали, что армяне выиграют. Но единственное, что мы хотели, чтобы мы выиграли в зале. Каждый день, на каждом тракте, по одному музыкальному номеру у нас убирал Масляков. У нас была вообще гениальную ширму, придумали. Весила, наверное, килограмм 80. Металлическая, если не больше. И, в общем, это была идиотская передевалка. Очень интересный музыкальный номер, где-то на две минуты, на полторы. В общем, его выбросили. Вот так вот, на каждом тракте, вот так вот у нас убрали три номера. А потом, в конце концов, в эфире, в том, что вы видели по телевизору, музыкалки сняли семь шуток. Все шутки, одни были связки и музыкальные номера. А вот, визитки шесть шуток и в домашке два блока. Но, как бы, в зале мы не ожидали успеха такого музыкалки, потому что, как бы, мы их выиграли большим преимуществом, очень с большим. Мы думали, что музыкалка будет наравне, хотя видели, что посильнее мы. А вот, и перед домашкой уже вышли, думали, ну, не может быть, что так получилось. Неужели все чисто так, что мы, в общем, выиграем армян. И, в общем, после домашнего задания, а домашнее задание просто, ну, я считаю, это, по моему мнению, что это самый сильный номер у транзита, какой был вообще, у домашки. Ну, в общем, на домашке мы вышли, 40 минут совещали с жюри, минут 40. Вот, никак не могли прийти к общему мнению. Потом попросил Масляков не поднимать оценки за последний конкурс почему-то. И, в общем, таким волевым решением жюри была ничья. Ну, что, нам остается, наверное, ждать, ждать или суперкубка, или переигровки, хотя мы не хотим играть.